Так в Греции именовали королей, базилик. Таким образом, базилик – это трава королевского рода. На протяжении истории он вызывал у людей самые разные чувства – от преклонения до ненависти. Так в Индии к нему относились как к священной пряности, а вот в Европе в средние века его уничтожали, как колдовскую траву, порождающую скорпионов. Насчет скорпионов современная наука умалчивает, однако последние исследования фармацевтов показали, что экстракт того сорта базилика, который известен в Индии как «священный», защищает организм от свободных радикалов. Это такие вещества, которые могут вызвать рак, а также повреждать гены и нервные клетки. То есть употребление базилика поможет сохранить молодость и здоровье. Базилик – это хранилище таких витаминов, как С, В2, ПП и каротин. Также в нём есть рутин, предохраняющий сосуды от повышенной проницаемости. Поэтому он полезен при кровоточивости дёсен. Базилик – это, к тому же, превосходный растительный антибиотик. Старайтесь чаще добавлять его в пищу в сезон осенних и весенних простуд. Пожевать листик базилика будет полезно и в том случае, если у вас побаливает горло. От такого лечения ваш организм получит только пользу. Ведь в отличие от искусственных антибиотиков, он не угнетает, а стимулирует естественную иммунную защиту. Вкус базилика слегка горьковатый, со сладковатым привкусом. Его листья ценят в греческой, французской, итальянской и кавказской кухнях. Если базилик ещё не привычен для вас, добавьте для пробы несколько листочков в блюда из фасоли, гороха, баклажанов или квашеной капусты. Они порадуют вас новыми оттенками вкуса. Базилик к тому же известен ещё как томатная пряность за его особую дружбу с помидорами. Однако, даже такое замечательное растение нельзя есть чересчур много, так как это может нарушить пищеварение. Впрочем, базилик хороший для внешнего применения. И издавна его ценили представительницы прекрасного пола за то, что он помогает лучше выглядеть. Ежедневное умывание отваром из базилика омолаживает кожу, тонизирует и увлажняет её, делая гладкой и бархатистой. Отваром базилика моют голову, после чего волосы становятся крепче, блестят и лучше растут. Чай из базилика – это уже лечебная, а не кулинарная мера. Его назначают при вздутии живота и расстройстве желудка. Он возвращает аппетит, помогает снять спазмы. Его отваром можно полоскать горло при ангинах и рот при воспалениях ротовой полости. Эфирное масло базилика тонизирует нервную систему. Оно поднимает настроение, укрепляет и восстанавливает нервы. Это полезное свойство легко использовать в повседневной жизни. Если день у вас выдался особенно напряжённым, найдите 15-20 минут, чтобы перед сном принять успокаивающую ванну с заваренной травой базилика. Его запах поможет восстановить силы и справиться с бессонницей. Летом базилик становится особенно актуальным из-за его способности отгонять комаров. А если потереть с мятым листочком укус, это устранит зуд. Напоследок, несколько кулинарных советов для тех, кто уже готов бежать в магазин за ароматными веточками. Во-первых, чтобы полезные свойства базилика сохранились, и он передал блюду свой запах, нельзя подвергать листья долго тепловой обработке. Добавляйте его в пищу непосредственно перед окончанием готовки. Во-вторых, для выявления лучшего запаха растение лучше не резать ножом, а измельчать с помощью пальцев. И в-третьих, базилик не стоит хранить больше 4 дней. Он быстро теряет запах. Если хочется сохранить его дольше, то его лучше заморозить. Экспериментируйте! И пусть эта полезная и вкусная пряность станет привычной на вашей кухне. И вы увидите, что удовольствие может приносить пользу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова